Дезертир Далее в видео вас ждет много спойлеров, поэтому те, кто не готов просматривать какие-либо вещи из новой кампании, лучше это видео не смотрите. Серьезно. Если же вы готовы узнать, что вас ждет в первых трех миссиях, тогда, пожалуйста, прошу на борт. Собственно, мы потихонечку поехали. Я думаю, что я начну опять-таки заново на бойце. Сильно заморачиваться не буду. Проходить уже вижу смысл, скажем так, только полную кампанию на ветеране или эксперте, как, собственно, делал в свое время Элкин. Поэтому пока что так. Так как я не знаю, что нас там ждет, я хочу просто насладиться игрой. Ну что ж, поехали, ребята. Еще раз повторяю, куча спойлеров может ждать вас здесь. Поэтому, если вы не готовы к спойлерам, а ну-ка ж отсюда. Но если вы все-таки решили продолжить, то приятного просмотра. Что ж, давайте узнаем, что же за предчувствие тьмы нас осенило. Собственно, настала эпоха перемен, а Мун, падший из Элнага, возродился где-то в космосе. И его пришествие грозит погубить все живое в секторе. Прежде чем вернуться к своему народу и предстать перед судом, Зератул скитается по галактике. В отчаянной попытке остановить переход тьмы, он ищет последнюю часть древнего пророчества и последнюю надежду на спасение. Как и было предсказано, Амун, темный бог, снова жив. Вся надежда на спасение нашей галактики в руках Зелнага. Лишь одна часть пророчества остается неисполненной. В мире, где возродится Амун, воссияет и последний свет. И лишь одному существу было известно это место. Самиру Дюрану, так же известному, как Нарут. В этой системе есть заброшенная база Мёбелса. Надеюсь, она раскроет нам его тайны. Зератул, это честь для меня. Я претер Талис, смиренно прошу твоей помощи. Кто-то похищает тамплиеров из наших колоний. Нам удалось отследить их путь до базы тиранов. Но на нас постоянно нападает Рой. Рой? Я уже в пути, Талис. Да скроет тебя Адун до моего прибытия. В этой лаборатории силы удерживают наших братьев. Их надо освободить, пока Рой не уничтожил комплекс. Зератул, я почувствовала твое присутствие. Скажи прямо, что тебе здесь нужно? Я прибыл сюда в поисках информации и своих похищенных братьев. И то, и другое находится в руках закрепившихся здесь тиранов. Я это исправлю. В этой лаборатории выращивают гибриды для армии Амуна. Мой Рой сотрет ее в порошок. Я знаю, что это тебя не остановит. Главное, не стой на пути у моих войск, Зератул. Не волнуйся, Талис. Мы будем сражаться. При должной тактике и скорости нам удастся избежать встречи с Роем. Хорошо. Я подготовила наш Нексус к твоему прибытию. Ну что ж. Я думаю, с этого стоит начать. Пока что мы, как обычно... ...впереди зал, где удерживают пленных тамплиеров. Войны к бою! ...будем заниматься... ...чем-нибудь простым. ...и не сильно обременять себя. Думаю, что подстрою еще одного сталкера. Рой Керриган собирается разрушить реактор станции. Мы должны освободить наших братьев, прежде чем это произойдет. И будем потихонечку нападать. Темный приват. Чтобы добраться до пленников, нам придется пересечь путь, по которому следуют войска зергов. Избегайте встречи с зергами любой зеркал. Что я его не до конца отвел. Выступайте лишь, когда поблизости не будет роя. Кто не устоит? Уничтожить прокосов! Их плоть послужит повелителю! А, беги! Нет, ребята, живите. Ладно. Сейчас мы будем просто пока что убивать их. Но этого пока хватит. Так, ладно. Зерги нам будут пока что мешать. Это, в принципе, логично. Но, думаю, ничего страшного в этом особо нет. Так. Давайте мы подстроим еще... Вот сюда пушечки. Ну, я проходил, конечно же, самую малость. Поэтому я знаю, что здесь скоро будет враги. Первую миссию я быстренько пробежался. Вот с остальными пока не пробовал. Потому что что нас ждет далее, я без понятия. Вот здесь у нас собирается Рой. Нам, кстати, в одному из заданий... Рой собирает силы для удара. Нужно будет... Войны, держитесь подальше от зергов. Все это дело уничтожать потихонечку. Ну, хотя бы 30 лет. Вперед, слуги мои! Убейте всех рабов-гибридов до единого! Такие вот дела. Кстати, единственный минус. Я, к сожалению, из-за программы записи не вижу, сколько у меня лимита. Поэтому придется... Малость как-то выкручиваться. Ладно. Я думаю, что мы это сделаем как-нибудь. Это не такая большая проблема. Не хватает минералов! Пока что будем собирать минералы. Газ у нас, в принципе, добывается более или менее нормально. Так что все, пока хорошо. Да и в любом случае, пока Рой нападает, нам лучше держаться отсюда подальше. Не в идеале уничтожать уже... Рой сам по себе. Здесь почему-то скорость игры у меня малость маленькая. Либо мне просто так кажется. Давайте-ка проверим. Так, игра. Скорость игры. Да. Маленькая скорость игры, к сожалению. Вот теперь все пойдет намного лучше. Потому что мы пилоты, все дела и так далее. Давайте мы сейчас подождем, пока у нас разродится несколько моих любимых друзей. Пиздим буст. И подождем. В принципе, как можно легко и просто успевать все это делать, но... Вы, ребят, знаете, по крайней мере, те, кто меня смотрит, что я не особо профессионал. Среди... Уничтожьте базу прохождения. Во славу нашего повелителя. Итак, до нас нападают, как я уже и сказал, но мы подготовились к самому малости. Поэтому... Поэтому мы не такие бесполезные. Зерги собирают войска. Наверняка они планируют вскоре нанести удар. Разрушьте центральный реактор. Итак, да. Зерги должны пробираться по прямой вот до центрального реактора. Но наша задача уничтожить хотя бы 2-3 зерга из всей их-то веселой компании. Я думаю, что это будет не так уж сложно. Так, помимо прочего, нам скоро понадобятся... ...наши хорошие друзья. Ну, мы их, я думаю, попробуем построить чуть позже. Пока что займемся установкой пилонов. Наверное, будем добывать больше газа. Успею я, конечно, по-моему, не успею. А нет. Ну, почти впритык, ладно. Так. Газа у нас нет, но мы зато можем призвать кучу зилотов. Куча зилотов нам тоже пригодится. Сейчас мы как раз пойдем отбивать первую... Ой, может, 4 было построить. Пойдем отбивать первую... ...первых наших друзей. Как вы понимаете, это компания за протасов. То есть здесь нету каких-либо других юнитов в данный момент, по крайней мере. Впоследствии будет добавляться новые интересные юниты, которых мы пока еще не видели, например. Так что будем ждать. Будет интересно, я думаю. Пока что все как-то тихо и спокойно. Ладно. Будем стараться выносить сначала большие задания, большие юниты, а потом уже будем выносить маленькие. Больше пилонов, как больше пилонов. Нам, как говорится, не привыкать. Опять же, повторюсь, я, к сожалению, не вижу, сколько конкретно у меня в данный момент вырабатывается пилонов, поэтому уж извиняйте. Так, и ты будешь, кстати, добывать у нас минералы. Но вы, ребята, продолжайте атаку. Ворон нам не нужен, поэтому уничтожаем его. Здесь справляются отлично наши пушки, поэтому здесь я особо париться не буду. Благодарим вас. Мы уже не надеялись спастись. Что тебе известно об этой лаборатории, Зелот? Тираны. Они пытали нас и ставили эксперименты с нашей плотью. Многие из нас погибли. Я уже видел подобную мерзость, но Нарут мертв. Кто же доставил вас сюда? Увы, я не могу сказать. Претор, мы хотели бы присоединиться к тебе и отомстить за гибель наших братьев по оружию. Тогда готовьтесь к бою, Тамплиеры. Вот, как я и сказал, здесь вполне себе отлично справляются наши пушечки. Войны, неподалеку от вас еще одна камера. Вперед, свершите возмездие, которого вы жаждете. Здесь, конечно, кстати, я забыл взять маленький подарочек, скажем так. И мы, как только сможем построить сейчас одно хорошее здание, мы будем после этого нападать уже на зеркалку сами по себе. Итак, давайте построим здесь... Ой, простите. Вот здесь вот, точнее. Морталов. Так, и давайте возьмем отсюда парочку зондов, которые уже не несут минерала. Будем уже с ними как-то работать, взаимодействовать и так далее. Также мы можем, конечно же, подстроить еще четырех взялков, и, собственно, это нам впоследствии поможет. Так, давайте переблинкнемся. Естественно, нам порезали их. Тираны вызывают подкрепление с помощью пилона. Но это невозможно. Они экспериментируют с нашими технологиями. Мы должны уничтожить врага и захватить пилон. Теперь мы можем переблинкиваться прямо-таки сюда. Активируй пилон. Сложно поверить, что столь примитивные создания смогли разобраться в наших технологиях. И через некоторое время, как только зерги пойдут в атаку, мы сможем нормально переблинкнуть уже и пройти туда. Ну вот, королева клинков там пока бесятся, веселится и так далее, но мы этим заниматься не будем. Моя воля исполнится. Люди простые. Хотя, знаете, давайте попробуем немножко с ней посостязаться и убить 30 юнитов для ачимента. Я думаю, что это будет не таким сложным делом. Прекрасная битва, братья. Но в будущем нам стоит избегать встречи с Роем. Ой-ой-ой, блинк. Блинк не вовремя закончился. Блинк совсем не вовремя закончился. Прекрасно. Уничтожив панель управления мостом, мы получили дополнительный проход к Нексусу. Как видите, у нас теперь дополнительный проход, и мы можем сразу опять-таки вот здесь вот спаунить свои юниты, плюс мы, помимо прочего, что можем спаунить, можем здесь готовить моих любимых имморталов. Кстати, будем давайте пилончики подстраивать. Теперь их можно строить где угодно. Сейчас нам снизу дадут еще возможность запастить базой. Она находится примерно вот тут вот, как раз-таки где-то. Поэтому сейчас мы туда пройдемся, короче. Идет перед рог. Ну, мы уже к нему готовы. Еще одна волна зергов накапливает силы. Мы уже к нему готовы. Не стоять у них на пути. Не стоять у зергов на пути. Нет, ну, я думаю, что как раз можно попробовать постоять у зергов на пути. Корпус Мебиуса. Рой идет за вами. Как я уже сказал, убитие нае количество. Волна неозвратимой смерти, что мы несем, вот-вот накроет вас с головой. Что-то их очень много. Что-то их самую малость очень много здесь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай, а че бы он заработал? Ладно, не то хорошо. Но это как-то получилось слишком жестко. Надо все-таки нападать на ослабевшую армию. Все-таки надо нападать на ослабевшую армию, да. Конечно, без вариантов. Слишком наглый пошел. Ну, ладно, ничего страшного. Там особо нет. Так, ты у нас изи добываешься. Эти здания у нас пойдут сюда же. И мы будем потихоньку дальше продолжать развиваться. Так, здесь у нас развито все как надо. Значит, мы можем спокойно уже бафать сюда все дело. Также мы, конечно, можем построить колосятню. И уже совсем не париться. Кстати, я не знаю, сколько у меня опять-таки пилонов, и поэтому я подстроил лучше лишнее. Так. Думал, что сейчас пойду, видите ли, на убийство протосов. Фу, протосов. Что-то я уже заговариваюсь. На убийство тиранов. Но, видите, оказалось, пришлось прогуляться куда-то в другое место. Я сердце. Ладненько. Рой скоро пойдет в очередную атаку. В любом случае, нам нужно пока подкопить минералов. И выходить уже спокойно. Рабы гибридов ОМОНа не заслуживают жалости. Поглотите их всех. Вот такая вот у нас добрая Керриган. У нас есть два иммортала. Есть относительно большое количество сталкеров. Я думаю, что мы справимся с тем, что нас ждет внутри. Давайте только имморталов пропустим малость вперед. А сталкеров оставим на потом. Пусть они лучше атакуют имморталов. Эти бравые ребята у нас могут пережить многое. Конечно, мы их тоже можем спокойно терять. Но лучше, конечно, этого не делать. Так. Уничтожаем их базу. Уничтожаем все их здания. И собираемся уже все-таки накапливать еще больше наших винтов. Так. Я думаю построить одного колосса. У тебя остается все меньше времени, Зератул. Ничего, я думаю, что мне хватит, дорогая моя подруга. Керриган, тебе не хуже меня известно, что ОМОН жив. Убийство гибридов не имеет смысла. Мы должны пробудить Зелнага. Она не отвечает. Воистину легче договориться с камнем, чем с зергом. Осталась последняя камера, Зератул. Мы больше не можем ждать. Хорошо. Мы не будем ждать, моя дорогая подруга. Мы будем наступать. Правильно же? Давайте подстроим еще парочку сталкеров. И дождемся выхода колосса. Я думаю, что с ним уже можно будет спокойно наступать. Хотя и без него, в принципе, мы их не сможем сделать. Так. Блинк. И поехали. Чтобы, как говорится, не загораживать наших дорогих ребят. Минералей, чтобы нас малость не хватает. Поэтому мы их собираем. Готово. Продолжаем наступательные операции. Плохая гадость. Плохая гадость у нас в городе ссоре. Итак. Сейчас будем собирать потихонечку. Полезные ископаемые, так сказать. И вызывать подкрепление в виде сталкеров. Не знаю. Я обычно через сталкеров хожу. Это весело. Кстати, в отличие от предыдущих частей, здесь намного больше окружения, которое работает. Бамс. Реблинк. Конечно же, у нас начали нападать на колосса. Но колосс-то у нас веселый. А не просто так. Это вам, как говорится, не в укрымах. Поднимаются у нас с вами викинги. Викинги надо их побыстрее грохнуть. Потому что они начинают атаковать нашего любимого колосса. Нам это, конечно же, не надо. Минусуем танк, чтобы он не успел нанести нашим юнитам особой проблемы. Уничтожаем все и вся. К сожалению, я не сделал ачивменты по убийству на пилоне. То есть, там было убить во время телепортации на пилоне людей. Я этого, к сожалению, конечно же, не сделал. Ничего страшного. Мы вернусь в контроль над обоими пилонами. Вызываю подкрепление. Да. Она вызвала подкрепление. В итоге у нас теперь реально большая армия. Мы отбьющиеся тени. Главное, я выполнил задание с Кириган. Тираны усиливают защиту. Ударим по ним изо всех сил. Ой. Гибриды на свободе. Уничтожите. Быстенько, быстренько. Уничтожаем все здания ненужные. Уничтожаем всех гибридов. Трой готовится атаковать последний рубеж корпуса Мёбилса. Нам следует поторопиться. Это у нас, в принципе, все. Месторождение минералов истощено. Благодарим вас, братья. Толдоримы похищали тамплиеров. Доставляли их на тиранские станции. И превращали в гибридов. Толдоримы? Эти еретики никогда не дерзали приближаться к нашим мирам. Значит, их направляет Омон. Темплиер, где они держали вас? В храме Зелнага. Подобного, которому я никогда не видел. Они называли его Эрис. Но не говорили, где он находится. Корпус Мёбилса и Толдоримы служили под началом народа. Он должен был знать местоположение храма. Система Атриас. Именно там переродился Омон. Она лежит в глубинах квадранта Сигма. И охраняется Толдоримами. Ты помог разрешить мою проблему, Зератул. И честь обязывает меня помочь тебе. Мы вместе захватим этот храм. На этом, собственно, и заканчивается первая миссия из серии протасов. Ну, а мы на этом, я думаю, тоже закончим. Что-то у меня как-то много потерь. В первый раз у меня их было намного, собственно, меньше. Но тут что-то я как-то фигней пострадал. Ладно. Убитый вызванных тиранов. Один. Да, а нужно вот, соответственно, для достижения шестерых убить. Так что вот так. Ладно. Всем на этом спасибо. С вами был, как всегда, Дезертир. Рад, что вы посмотрели это прохождение. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока и увидимся в следующей серии.